Добрый день, дорогие друзья! Добрый воскресный день! С вами Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Друзья мои, может быть вы заметили, а может быть кто-то и не заметил, что недавно на днях наш далекий блогер, принц Юриэль, Юра, Юра, привет! Разродился новым роликом, а может это не новый ролик, а ролик со старыми сведениями, я не буду, значит, копаться в истории, но раз он выставил его, значит, он посчитал нужным еще раз напомнить об этом. Это речь идет о разговоре, о диалоге между, как он говорит, Владом Баховым и Дарьей Дербановой. Я думала, ты хочешь расслабиться? Давай как-нибудь через недельку-две. Ты же с ночевкой? Ну, вообще-то я пока не знаю, а почему именно с ночевкой? В смысле, не знаешь, не хочешь на ночь? Даш, на что ты намекаешь, интересно знать. Ну, ты мне нравишься, причем давно. Вот это найс, поворот. А как же твой Андрюха? Да мы с ним расстались вчера. Даш, что-то ты быстро переключаешься. Такое бывает. Знаешь, если мы поссорились с Гелли, то это не значит, что мы расстались. Пойми, это все временно. Просто бывает тайм-аут в отношениях. Ну ладно, я не спорю, если б мы с тобой, с друганами покумарили, покайфовали, разбежались. Но когда с тобой тет-а-тет вот так сразу? Короче, ты понимаешь. Извини, я пока не могу. Я верный. Ебать, ты будешь терпеть ее выносы мозга? Ты забыл, сколько раз она тебя динамила? Я лучше пока пережду, мало ли что. Может, помиримся. А вообще, мне лучше пока побыть одному. У меня кризис. Со мной забудешь свой кризис, развеешься? Мне тут надо все обдумать. А когда хочешь увидеться? Ну, где-то в начале апреля. Я тут подумал, а где мы будем? У тебя дома или в хостеле? Давай на природе отдохнем, уединимся, как раз шашлыки возьмем, может, вино. Мы будем одни. Ну ладно, Даш, только я еще немного простыл, вот немножко приду в себя, так сказать. Окей? Давай, Владик, обожаю тебя. Я тебе напишу, если что. Целую. Ну ладно, Даш, короче, давай я тебе позвоню, как приеду. Ну, ватсап на тебя скину. Значит, я не специалист по идентификации, то есть я не могу фонографическую экспертизу провести. Я могу только, ну, как-то голосовое узнавание сделать, значит. Вроде бы голос Дарьи Гербаны, вроде бы. А вот что касается голоса Влада, я не могу сказать, потому что я как бы мало знаком с его голосом. И я не хочу даже обсуждать, фейк это или не фейк. Но даже если это не фейк, то что это даст, допустим, следствию, если даже Даша Дербанова скажет, да, я разговаривала с Владом, приглашала его там, значит, побыть с собой наедине. Наедине не получилось, а получилось вот там на поляне, где он куда-то и пропал. Но потом был обнаружен, так сказать, уже в таком состоянии. В виде останков. Ну, да бог с ним. Значит, речь не об этом. А речь о том, что принц Юриэль настойчиво, значит, с какими-то соображениями, я думаю. И дай бог, если эти соображения для дела делают доброе дело, для раскрытия этого преступления. А если это не фейк, а если это действительно так, то хотя бы он подогревает и интерес к этому делу своими, то и дело выдуваемыми, как он пишет, шоковыми роликами. Я хочу сказать, что рассуждать фейк это или не фейк я не буду, потому что некоторые тут одна, в частности, какая-то дамочка, нет, две даже моих слушательницы, они говорят, полковник, ты перелицевался, ты переметнулся на сторону там 12+, на сторону тех, кто убили Влада Бахова. Никуда я не переметывался, нигде я не перебывался, я все тех же, так сказать, штиблетах, но речь идет об истине, а не о том, значит, на чьей-то стороне. Я на стороне всегда истины, понимаете? И борюсь за эту истину, и страдаю за эту истину, и получаю по шапке за эту истину. Вот, и речь здесь не о переодевании, перебывании или переметывании на чудо-сторону, а речь совсем здесь о другом, дорогие мои. Речь здесь о том, что фейк или не фейк рождает, так сказать, наш далекий благовещенский блогер Юриэль, принц целый, с мифическим каким-то, которого никто никогда не видел, дядей Саши, милиционером, и с какими-то хакерами, которые, значит, все продолжают и продолжают добывать какие-то записи. Мне говорили, что вот на сегодня наука, это фонографическая экспертиза, способна распознать, значит, идентифицировать человека и сказать, что его это голос или не его. Да, способна, но только если запись соответствующего качества. Я хочу сказать, те записи, которые якобы из дома ужасов, там Натали Кисо дает с подачи, опять же, Юриэля, что сам Юриэль продолжает нам выдавать. По этим записям никто и никогда, самый выдающийся эксперт-фонограф не идентифицирует ничей голос, понимаете? Просто ответ будет отрицательный. Отрицательный и отрицательный на все вопросы, поставленные, допустим, следствием. А вот здесь вот, да, здесь, вот где я сейчас представляю диалоги вам, диалог, допустим, Дарьи и, допустим, с Владом. Тут можно идентифицировать, да, людей. Но дело в том, что голосовую идентификацию, ну, просто голосовое распознание сделал и Иван Фадеев, отчим Влада Баху, и сказал, вот я вам скрин представляю его ответы, это не голос Влада, понимаете? Он. И этим все сказано, понимаете? Я считаю. И этим все сказано. Что это не голос Влада. А чей? Там какая-то тоже, ну, очень активная зрительница, где-то, ну, полгода назад еще говорила, что, писала, что это голос Мюллера. Мюллера, а не Влада. Так это или не так, я тоже не буду рассуждать. Я не хочу Юриэля подставлять, понимаете? Я не хочу из него делать фейкуна. Хотя он один документ запустил такой, что, так сказать, что мне пришлось обращаться в областную прокуратуру Смоленскую и спрашивать, выходил ли из стен Смоленской областной прокуратуры вот этот вот документ. И мне четко ответили, значит, за подписью высокого должностного лица, что нет, этот документ рожден не у нас, что это фейк. И подпись, так сказать, липовая. Ну, что тут еще говорить? Я обратился с этим к принцу. Он как-то замял, замял, замял это дело. И конкретно он сказал, что да, не может быть, чтоб так это. Ну, как не может быть? Вот они, документы. Вот. Я об этом как-то ролик делал. О фейком документе. Понимаете? Так что, я думаю, что вы у нас люди умные, головастые. И вы, прослушав, может быть, вы тоже, как и я, не совсем знаете голос Вада. Значит, давайте я немножко тут какой-то клип сюда вставил. Тоже вы послушали. Его это голос или другого человека. Мюллера, не Мюллера, тоже мы не знаем. Мы что, Мюллера с вами слышали, значит, как звучит его голос? Да нет. Если нас с тобой поставили друг против друга, это война бы была. Тут ладно, я не спорю. Ну, короче, я распространяю тебя, ты распространяешь меня. Все. Надеюсь, не попадемся. Не, ну, типа, даже если мы в финал пробьемся, то как бы в финале, ну, мы просрем. Ну, окей, я за тебя-то, за меня. Короче, помогаем друг другу, а потом. Вот и дружба прошла. Закреп у тебя лучше, я просто... Что с ростом с моим, Саня? Объясни, пожалуйста. Держись. Можешь на стену спаяться. А желательно постирать. Да, ты точно скажешь, можно будет или нет. Напередавай, чтоб выздоравливала. А у тебя сегодня родители дома? Ну, мне не 20 лет, поэтому я котик. Пошел, я обиделся на тебя. Куда ты пошел? Ну, охотишься, охотишься. Ну, а змей, змей грызет. Анаконду, помню, загрыз. При мне. Да? То, вот душ я его взяла, и все, нахуй. То, ты его загрыз, блядь, хуям. Анаконда, ни слуха, ни духа. Смотри, вот эти люди, которые здесь собрались, все мои друзья, хорошие друзья. Ты, да, это племян шума. Я желаю вам всем, блядь, долгий лет жизни. Вы встречались сейчас, чтобы не забывали друг друга. То есть, я даже голосовое опознание, распознание по голосу сделать не могу. Поскольку у меня не хватает сведений о голосе Влада, о голосе Мюллера. Ну, голос Дарьи, я говорю, немножко мы все слышали в разных ситуациях. Ну, тоже, она это или не она, я говорю, идентифицировать может только эксперт соответствующей квалификации. Причем, или у него два в одном флаконе. Он и как бы инженер, и он как бы лингвист. И либо два разных эксперта, работающие над одной и той же проблемой. Над идентификацией человека конкретного. Он, не он. Это технарь и лингвист. Так что, вот такие дела. Ну, что ж, друзья. Всего нам всем доброго. Я хочу сказать, если есть у вас такая возможность. А я не верю, что ее у всех буквально нет. То окажите, пожалуйста, помощь нашему приюту. Котовася, 67. Вон там сидит эта котовася, видите. Больше полугода у нас живет. И, так сказать, притронуться к ней нельзя. Настолько, значит, ее жестоко кто-то обижал. Ну, люди, кто еще может обидеть. Что я только могу вот так вот ей дать руку понюхать. Она не дает прикасаться к себе. Глубень. Глубая. Голубое облако. Ну, в общем, вы поняли, о чем я прошу. И для оказания такой помощи, под каждым моим роликом есть соответствующие атрибуты. Здоровья нам всем. И мира на Украине. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...